Злополучный дом номер 2 на улице Кооперативной уже не первый раз привлекает внимание нашего телеканала. Весной этого года к нам обращались жильцы, чьи квартиры топило после каждого сильного дождя. Вот, пожалуйста, это квартира, которая наверху, в которой никто не живет. Вот, пожалуйста, все ручьем с крыши, просто ручьем. И все мне на второй этаж. Капитальный ремонт этого дома был запланирован на 2029 год, но благодаря общим усилиям после выхода нашего сюжета его удалось передвинуть на 2024. С крышей у нас проблемы уже давно, и мы куда только не обращались. Мы в управляющей компании, в капремонт уже не первый раз обращались. И вот до сих пор никак мы ничего не решим. Ну, делали какие-то ласточные ремонты, нам рубероиды настелят, первым ветром все это сдувало, заплатки делали. Небольшие. Ну, а оно как текло, так и течет. Если стяжка уже никакая, растресканная, и вода, естественно, проникает везде. И то, что вот рубероида кусочек маленький метр на метр положили, оно роли не играет. Наша редакция связалась с фондом капитального ремонта. Главный инженер, заместитель директора по производственным вопросам Владимир Цыганков обнадежил жильцов и рассказал, что и в какие сроки будет сделано. В данный момент времени сейчас подрядная организация произвела закупки строительных материалов. Ожидается поставка в город Магадан. По условиям договора он должен был выполнить строительную этажную работу до конца ноября 2024 года. Это замена кровельного покрытия, замена утеплителя, наплавление нового кровельного покрытия, ремонт вилитационных шахт, замена водосточной системы. Если прогнозы верны, то эту зиму люди уже встретят в тепле, а весной с первой капелью квартиры останутся сухими. Так или иначе, мы продолжим следить за ситуацией. Олег Дудник, Иван Гусаков, Илья Пачин. Специально для Карибу.